Стартуем, стартуем, стартуем. Итак, у нас противостояние Доминусов против Макуинов. Мы играем Best of 7. И сразу же первый гол залетает от Галдака. Вот так вот Макуины агрессивно начинают эту игру. Галдак на своем розовом, ой, голубом Макуине влетает и забивает первый гол. У нас здесь ГЧ, 2 Чемп, 2 и 1 Даймонд, 2 в обеих командах. Плинтус сразу же на пресете Нермика разваливает левую девяточку с кик-оффа. Дикобраз отличный кик-офф. И Плинтусик 108 КМЧ не контрится. Ой, какое оно стрёмное, оно страшное. Итак, Маквин имеет хитбокс Доминуса, для тех, кто не понял. Мы продолжаем серию донатных машин против бесплатных машин. Попробуем узнать, какая же машина более пригодна для езды, для компетитива. В принципе, наиболее качественная и приятная Маквин или Доминус, донат или бесплатная игра. Напоминаю, что это второй эпизод данной серии. И в прошлый раз Финнек победил Октан. То есть в прошлый раз донатные машины оказались сильнее. Что будет на этот раз, я думаю, мы сегодня с вами и узнаем. Первый режим это футбол. Я напоминаю, у нас будет 6 разных режимов. Начиная с футбола, заканчивая хитсикерами, дропшотами. Дикобразик! Проходят двоих, не успевает игрок на Маквине засейвить. Это Ундаль. Выигрывает кик-офф, но тут Галдак. Блин, Галдак звучит прям вот. Ну, вы потом мне напишите, на что похоже Галдак. Но мы все знаем, мы все знаем, на что похоже Галдак. Команда Дикобраза, Плинтуса и Вамка выглядят чуть более уверенно. Блин, как же три Маквина смешно выглядят на поле. Я не знаю, они такие забавные, это просто шок. Плинтус, ой, неудачный сейв, центеринг. Нужен пас был, но не было, не было Галдака в нужном месте. Галдак не привез свой Галдак в атаку. И в итоге все еще 2-1, ведут, ведут до минусы пока что в футболе. Ой-ой-ой, Галдак! Галдак? Галдак. Полный при чем Галдак. Трейд закрыли, в игру не задонатить. Так где же взять кредиты на новый Рокет Пасс и эксклюзивы из магазина? Парни из Болчейзер нашли решение. На сайте bolchaser.ru вы можете купить кредиты, наборы и кибер-жетоны вне зависимости от вашей платформы. У магазина более 4 тысяч отзывов и 5-летний стаж работы, так что вы смело можете довериться профессионалам. При оформлении заказа воспользуйтесь промокодом SOLO LIVER и получите 5% скидку на все покупки. Ссылку на bolchaser.ru вы найдете в описании. Всем приятных и выгодных покупок! 3-1 автогоу для маквинов. Еще парни не собрались, не проснулись возможно, не собрались. Но тем не менее... Гаудак! Реабилитация для него! Ну короче, вы поняли, да, кто главный герой этого эпизода будет? Походу Гаудак он это, и туда, и туда. Воюет во все стороны, он двойной агент. Неудачное касание в воздухе, скажем так. На втором даймонде ты еще не обязан уметь летать, а вот на втором ГЧ, на втором ГЧ надо бы уже, конечно, уметь летать. И Ундель показывает, что он отлично справляется с полетами. Фастерил от Ундля, и это 3-3 камбэк для КЧАУ! Если я не буду слушать КЧАУ 30 минут подряд, я не знаю, зачем вы купили этот бандл. Так, Ундель, погнал. Редирект, попытался сайдбол сделать, не получилось. Вафля уже летит, просто сумасшедшая вафля какая-то на маквине. Плинтусик выносит на Дикобраза. Дикобраз, отличный редирект, вы посмотрите на этот редирект, а чимпа. Это было очень сильно, на самом-то деле, летело в верхнюю девятку. И Дикобразик, отличный сейв. Он же, я напоминаю, редиректа Ундель в пустые ворота, и Плинтус ловит КЧАУ! Оу, прямиком. Жесть, он тиммейта своего отправил. Команда Молнии Маквин вырывается на одно очко, на один голдак. Вперед, Дикобразик, ноль буста для него. Срочно нужно команде Доминусов камбэкать, остается одна минута. В 3-3 не так легко забить, нужно постоянно прессить. Чтобы забить в 3-3, нужно выстраивать свое нападение, скажем так, методично добить своих оппонентов. Ну или просто забить что-нибудь на шару. И пока что ни того, ни другого мы не наблюдаем. 3 секунды у нас остается голдак, перекидывает 2 их. Плинтус будет здесь играть что ли? Он здесь играл, но совершенно непонятно зачем Плинтусяра. Его катает вафля. Ну это вообще сумасшедшая вафля какая-то на Маквинне. Я смотрю на эту машину, у меня страшно. Прикиньте, вафля на Маквинне. Какой повершот от вамка, ну отличный сейв. КЧАУ, доминус хитбокс, поэтому мы и делаем эту рубрику. Мы играем на донатных машинах такого же хитбокса, как и у обычных машин. Так, 2 секунды, Плинтус, мяч в центр и мяч падает. Первая игра за командой Маквинов. Мы переезжаем в дропшот, где Маквины лидируют. 1-0 против доминусов. Дропшот, режим в котором, конечно, важен скилл. И я бы сказал, что низкие ранги в дропшоте, это, мягко говоря, не самое приятное зрелище. Но здесь у нас, ребята, далеки от низких рангов. Тут у нас ГЧ-2, Ч-3 и Даймонд-2. Так что лобби достаточно сильное. Есть кому полетать, есть кому поредиректать, есть кому позабивать дырки в дропшоте. Кстати, я только сейчас понял, насколько, блин, дропшот без текстурок выглядит приятнее, чем дропшот с текстурками. Гауда, Кундали, Вафля против вамка, Плинтуса и их третьего бойца. Да, дикообразико, и Плинтус отлично начинает. Плинтус, если что, бывший ССЛ в дропшоте, но бывших ССЛ в дропшоте не бывает. Я бы сказал, что он совсем свежий ССЛ в дропшоте. И то, что он в этот режим, я думаю, самый сильный на этой карте. Так что у синей команды есть, безусловно, преимущество в виде такого сильного игрока. Но Гаудак. Блин, какой же Гаудак страшный человек. Гаудак и Вафля на Маквинах. Это же просто, просто жесть. Я немножечко просмотрел, что произошло. Это просто пинч? Нет, это просто отскок, который забыли задефать. Ундаль забыл в свою... Я понял, сначала Гаудак в свои ворота забил, теперь Ундаль. Но Гаудак забил в свои, и Маквины победили. Ундаль забил в свои. Вы понимаете, да? Продолжаем нашу баталью в дропшоте, по которой счет 1-0. И явно кончается пол у синей команды очень активно. Вамк без буста... Я что-то не понимаю. А что происходит, парни? А где... А где хоть кто? Почему это произошло? Ванк просто... И... Блин, кто такой смотрит-то это? Проебали. Блять. Лицо Плюндера, да, представили в этот момент? Он такой... Понятно. Ну что, разменялись автоголами ребята из обеих команд. Но там скорее не автогол был, там... Ну я даже не знаю. Первый явно был автогол, тут тяжело это назвать чем-то забавным. Я бы сказал, что это просто был недочет синей защиты. Да, команда не доиграла. Ванк сделал все возможное. Тут Тима Раков. Ну конечно, у них же всего лишь Доминусы, а не Маквины. Итак, 1-1. Чувствуется, чувствуется. На самом деле, абсолютнейший баланс, как по мне. Нету какого-то прям нереального преимущества у одной из команд. Как, например, было в прошлом эпизоде, когда первый состав Финеков вроде был намного сильнее. Тут такого нет. Нет, исключительно равная битва. Дикобразик, отличный сейв. Надо продолжать аккуратно. Блин, Галдак, он еще и на розовом Мак... Ой, почему я говорю на розовом? На голубом Маквине. И он типа сливается с вражеской командой. Их, какой хитрый Галдак. Ой-ой-ой, Дикобразик разбивает просто огромную часть Красного моря. И в итоге проблемки начинаются у Маквинов. Ведь у них снова-снова вот эта дырень, в которую они в прошлый раз забили сами по себе. Так, Вафля. Ой, почти-почти тачнул. Галдак, отличный сейв. Но мяч катится медленно, медленно. Он катится в дырку. Нет. Что же произошло? Плинтус делает фифтикс. А где Ундаль? В любом случае, 2-1 для Доминусов. Вырываются они вперед. После тройного просто комита в один мяч. Я не знаю, как это произошло. Они полетели втроем на мяч и выиграли. Платины после этого такие типа, что? Так можно было? Лететь втроем и забивать? Нет, ребята, не делайте так. Не летите втроем. Оно того не стоит. Оно вас сожрет. Так, Синее море начинает вытекать из своих берегов. Синее море уже практически на пол карты. Но тем не менее, есть еще минутка для Доминусов, чтобы сохранить свое преимущество. Посмотрим, справятся ли они с этим. Или забьют им еще один гол. Ведь достаточно легко забить, когда очень много пола разбито. Так, Ундаль. Погнал. Слабый вынос от Ундли. На самом деле, это законтрят. Да, это очень легко законтрили. Развернули и перевернули. И в итоге Вамк разбивает кусок Красного моря. Немножечко проблемы. Проблемы начинаются у Маквинов. Отличная позиционка от Вамка. Тач под себя. Вафля. Потолочный от Вафли. И он отдает Ундлю. Отличная сыгранность. Но надо добивать. Где добив? Где третий? Где Гаудак? Какого Гаудака тебя там носит? Плюндер. Хороший пинч. Врыв от Ундля. Летит в ворота. Не летит в ворота. Не вижу. Не летит в ворота. Почему-то камера не хочет показывать мяч. Она хочет показывать Гаудака мне. Я уже видел твоего Гаудака. Лучше мне мяч. Покажи. 10 секунд остается. Какой неудачный пинч от Вафли. В итоге. 5 секунд. 5 секунд. Гаудак. Кифтик. Мяч в центре. И Ундаль. Ну, нулевой. Плюндер первый на мяч будет. Плюндер будет первый на мяч. Взрыв. Для Маквинов. Я не вижу, что происходит. Гаудак. Гаудак и Вафля. Вафли и Гаудак. Ундаль. Перекидывает. Там же Плинтус. Играет с Плинтусом. Мяч падает. Мяч падает. Мяч падает. Нет, сейв. Плинтус. Редирект. Фейк. Ой, Плинтус. Гений. Хорош на Плинтусе. Отличный фейк. И все поверили. Все поверили. И Плюндер умом. Следующий режим это Snow Day. Game 111 у нас написано. Это нормально? По-моему, в оверлее написано Game 111. Стоп. Что? Что происходит? Гаудак. Попытался сделать пинч. Хороший, хороший пинч от Гаудака. Такой крепкий Гаудак. Он показал. Так. Опять у нас за 10 секунд был забит первый гол. Гаудачный пинч. Не, не, не. Не говори так. Он не какая-то тебе голда. Он Гаудак. Гаудак. Ой, Ундаль. Ундаль перекидывает своего тиммета. Надо сейвить. Ундаль был близок к фиаско. Вафля. Пустые ворота. Но отличный сейв от Дикобраза. Будет ли делать пинч? Нет, он делает фифтификсики. Фиксики, короче. Все. Ваш стример закончился. Ундаль. Сейв был. Кто забивает? Кто забивает? И это Вамка. И это Кчао. Кто разрешил тебе использовать Кчао против Маквинов? Это психологическая война пошла, чат. Психологическая война от Вамка. Он хочет задушить Маквинов их же оружием. Сразу видно. Закончил Гарвард на психолога. Вамка пока что не понимает, в какие ворота ему нужно катиться. Трогает Гаудак за его Гаудак. Дикобразик. Хороший тач. Пропускает этот мяч. Разворачивается на 0 буста. Отвратительное касание от Вафли. Вамка. О, что? Как он сквозь? Кчао. Как он сквозь Ундля пробил? Что? А, Гаудак просто не попал. Он засыпил своим Гаудаком, но хитбокс оказался слишком низкий. И в итоге он не попал. И пустые ворота прямо сейчас для доминусов. Что происходит? Что? Почему там 5 человек было в воротах? Что происходит? Вамк. Угу. Нормально. Распрыгивался. Банихоп от Вамка. Так, Ундаль, подожди. Это свои ворота. Че-то Маквина не умеет в шайбу, если честно. Если честно, Маквина пока что вообще не умеет в шайбу. У Вафли 16 очков за 2 минуты. Я бы зарепортил такого. Что происходит? Почему доминусы настолько сильны в шайбе? Это что? Маквина на шоссе надо. А, Маквины на льду, типа. Я понял. Все, их просто законтрили, да? Законтрили гололедом. Хе-хе-хе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Но это разнос, чат. У меня бронза 1 в шайбе, пишет Вафля. А, ну да, это имеет много смысла. А тут плюндер как бы. С одной стороны плюндер, а с другой стороны первая бронза в шайбе. Но тут, на самом деле, дело даже не в плюндере и не в первой бронзе. Тут Ванг просто, просто жестко делает вещи. На самом-то деле, будем откровенны. Ванг очень хорошо эту игру отыгрывает. Будучи, напоминаю, даймондом. Это сейчас очень интересный был пинч от голодака. Так, Ундаль. Пас назад, но сзади никого нет. Дикобразик. Но Ванг сейчас такое чуть не показал. Хоккей проходит явно мимо них. Не напяли зимнюю резину. Один голдак на зимний гоняет. Ундаль и Вафля, они что-то пока что, пока что еще не подстроились. Ой-ой-ой, зато подстроился Дикобразик. Вы посмотрите на этот 140 IQ голод Дикобразика. Просто посмотрите, что он сделал. Он дал пас Ундлю и Ундаль. Забил свои. Попытался засейвить. У Ванга 500 ПТС. У Дикобразика 500. У Вафли 62. Плинтуса просто керят. Плинтус такой, ну я вам дропшот выиграл. Дальше сами. Вапк такой, без проблем, братан. 5-0. Напоминаю, что после этой игры произойдет смена составов. Будет второй состав Доминусов и второй состав Макквинов. Плинтус пропал. Плинтус вылетел. Но, кажется, синей команде это не помешает победить. И на одной секунде до конца Гаудак забивает первый и последний гоу в этой игре. Сперу Вафли, кстати. Итак, Доминусы побеждают и шайбу, и дропшот. И забирают второе очко. Поехали. Вторая часть нашего противостояния. Маджахет Айэмфаунд и Фиоски, или Фиокси, извиняюсь. Фиокси, Фиокси. Это команда Маквинов против Дормана. Его тиммейтов Гэвэшарка и их третьего бойца Шашама. Доминусы против Маквина с Доминус хитбоксом. Кто окажется сильнее у Фиокси Радуга на Маквине, это я уважаю. И наш первый режим это Рамбоу, точнее третий, точнее четвертый. Наш четвертый режим это Рамбоу. Румбль, румбль. Посмотрим, какая из команды окажется сильнее в Румбле. Ой-ой-ой-ой-ой, Саша. Александр Шаркс Лорд 182. Бэм. И Маджахет просто постоял и такой, понятно. Первый гол был забить для команды Доминусов Шаркс Лордом. После шайбы так непривычно смотреть на мяч. У нас впереди еще Хупсы и Хит Сикер. Все, шайверлой выглядит супер странно. Фиокси, отличный Эрио после паса от Аймфаунда. Камбэкует, камбэкует немножко Маквины. 1-1 сейчас становится. Так, Шашама свапают прямо перед воротами. Там куча магнитов и у Шаркс Лорда пустые ворота были. Но тут резкая контратака от команды Маквинов. Шашам. Шашам! Забыл как летать, зато дал пилюлю. У нас играют Чемп, Даймонд и Платины в этом составе. Я напоминаю для тех, кто забыл. Две минуты прошло. Шаркс Лорд не попадает по Эриоу. Ничего страшного. 1 час за 2 недели это такое. Дело не из приятных. Маджихед не попадает колючками. У него ворота мяч прямо из-под носа. И в итоге синяя команда пушит. Маджихед остался без своих колючек. А колючка в Рамбле это супер имба. Знаете, что еще имба? Дорман на Доминусе. Кажется, у нас имба. Маджихеда просто покатали на... Галдаке, короче, его покатали. И не дали ему мяч. И он прокатался с колючками 80 лет. И так ничего у него и не получилось. Вместо этого Дорман влетает и забивает второй гол для Доминусов. Чимпы, Фаунт и Дорман. Так точно. Чимпы, Фаунт и Дорман. Шашам пошел с Магнитом. Но с Магнитом у него ничего не сложилось. Ведь там влетел Маджихед. Вообще, когда я говорю влетел Маджихед, ребят, мне хочется перестать говорить. Иначе меня забанят нахуй на Твиче. Но это не я такой. Это ник его такой. Вау. Команда Маквинов задефала 2 колючки подряд. Это очень жестко, потому что колючки. Дефать сложно, но что произошло? Шашам. Что? 203 километра в час. Что? Телепорт, крюк, перчатка, пинч. What the fuck? Кажется, Шашам победил в Рамбл. Фиокси, хороший вынес. Но тут Шашам против замороженного меча. На Дорман его скамент. Шашам влепил колючки. Но колючки он просто так потратил в итоге. Ведь он нажал не заранее. А Шарксворд дриблет в свои ворота. Шашам получает мяч наконец-то. Но сразу же умирает. Аймфаунд дриблет с магнитом. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Что там происходит? Какая жесть просто у меня на экране творится. Аймфаунд с досками у всех своим магнитом и тиммейтов, и врагов. Дорман выносит с бумеркой. Шарксворд не попадает по мячу. Ничего, Саня. В следующий раз повезет. Ручка Саня. Шашам. Центринг для него. Шарксворд не попадает. Три доминуса в одном углу. Это не хорошая новость. И Аймфаунд! Аймфаунд! Отлично он реализовал трипл коммит от всей синей команды. Парни сыграли просто отвратительно на доминусах. Втроем влетели в один мяч и ничего не смогли сделать против колючек Аймфаунда на своем Маквине. И потенциальный камбэк ждет нас в четвертой игре данного противостояния. 3-2 прямо сейчас. Мне вебка отлично стоит. Не знаю, что тебе не нравится. Моя вебка просто замечательно стоит. Там буст немножко видно, но это, я думаю, не сильно вам мешает, ведь там моя вебка. Дорман. Центринг для него. Куча телепортов. Аймфаунд! Врывается и снова. Качао от Аймфаунда. Это второй гол для него. Если не третий, то второй гол для него. 164 км в час. Отличный врыв. И вот он, король Рамбл. 3-3. Камбэкают Маквине. Камбэкают Маквине. И кажется, у нас будет овертайм. Это было близко к фиаско. Очень близко к фиаско. Раскидывает Рамбл к способности. Мяч опускается. Овертайм четвертой игры. Это наш первый овертайм. Тоже невероятно близко игра. Хороший шот от Шашама Шарксворт. Пробивной сейф от Аймфаунда. Аймфаунд просто держит команду на своих плечах. Это снова сейф. Аймфаунд снова вылез. Как же они дефаются на Маквинах? Маквины отказываются проигрывать. Они просто отказываются вылетать. Шашам. Хороший тач. Аймфаунд пинч. Точнее это был удар с бумерки. Видимо я не понимаю что происходит. Камера отказывается показывать экшен. Маджахет. Хороший тач. Сразу же присоска. Как же тяжело комментировать Рамбл если честно. Невероятный шот из режима. Аймфаунд. Присоска. Ботинок. Просто налево направо. Скиллы. Я не знаю. Проказ трубика какой-то. На что я смотрю. Дорман. Просто тач в центр. Небольшое затишье. Ага. Небольшое затишье. Четыре человека влетают в мяч. Два из них умерло. Мяч летит в пустые синие ворота. Он летит и не попадает. Маджахет. Сентеринг. Кто добивает? Аймфаунд. Феокси. На своей радуге случайно задэпл шот. Он не хотел. Но так получилось. Дело не в нем. Ему не повезло. Пацан к успеху. Шоу не фортануло. Присоска от Маджахета. Александр улетает в следующую игру на своем доминусе. Аймфаунд. Какой потный овертайм то у нас намечается. Просто какая-то невероятная. Это потнище. Жесть. И оооо. Нихуя. Он остановил заморозка и пауэршот. Который летел 300 км в час. Мне кажется я сорвал голос. Вот это у кого-то реакция. Я хочу узнать кто нажал эту заморозку. Мне кажется он просто... Мне кажется он просто по клавиатуре ударил. Две минуты овертайма. Какие-то просто невероятные вещи творятся. Если честно я уже просто... Понятия не имею кто здесь может победить. И ой ой ой. А вот и присоска мечты от Маджахета. И команда... Кчао. Команда Маквинов. Маквинов просто вытащила эту игру из такой задницы. Они засейвили все. Больше чем эти ребята. Они сейвили даже команда Виталити. Вау. Это была очень крутая игра. Пятый режим. Это 3 на 3 хупсы. Достаточно интересный режим. Мы уже играли в 3 на 3 хупс. И если честно выглядит он отлично. Я бы сказал. Считаю что этот режим вполне может играться 3 на 3. Но тут нужно очень хорошо экономить свой буст. Так как буста на карте очень мало. Карта меньше обычного. Да и чейзи здесь можно посильнее чем в обычном футболе. Так что... Ой 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 ой. Сколько человек полетел на этот мяч? Все. Просто все. И Саня такой. Я разберусь. Че вы полетели в пятером на мяч? Шарксворд сделал дабл тач каким-то чудом там. Не знаю как, но он это сделал. 1 до для доминусов. 3 на 3 хупсы. Ой ой ой. Еще шот от Шарксворда. Дорман будет добивание. Будет добивание Дормана. Какой сейв от Маджахеда. Ё-моё. Да как сейвят эти маквины. Я просто в шоке. Что они творят. Но нет. Шарксворд разыгрывается. Плавник разыгрывается. Бегите глупцы. Саня опять платина. Он даймонд. Он даймонд. Низкий даймонд. Похоже на шайбу если честно. Такое же доминирование раннее было в шайбе. Но тут. Тут ребята посильнее. Вау. Отличный сейв от Дормана. Хорошая работа в защите. От команды доминусов. Они взяли уроки у маквинов из прошлой игры. И в итоге пока что. Пока что у нас абсолютно ничья. Насколько я понимаю. Да. Это ничья. Донатеры и фритуплейщики. Фритуплейщики. Сравнялись. Сравнялись. Шестая игра. Это будет хитсикер. Шашам. Хороший тач. Тут три маквина в одном месте. Очень неудачное касание. Кто-то летит. Шаркс лорд. Вот он. Акула которая летает. Дорман. Хороший шот. Но там же сейв от Феокси. Феокси хорошо себя показывает. Для низкого даймонда. И отличный шот от Дормана. Немножечко не попадает. Но Дорман. Мимо. Шашам. Хороший тач в защите. Шаркс лорда нужно касаться. Пока враги не приехали. Он прикидывает Маджа Хеда. Еще одно касание от Шаркс лорда. Пас на Шашама. Пас обратно на Шаркс лорда. Распасков от Доминус. Просто нелегальная. Нелегальная распасовка. Пс парень не хочешь пасик. Везет. Везет команде Маквиннов. Пока что Маквиннов абсолютно говоря пинают в фупсах. Сначала их пинали в Рамбле. А потом они камбэкали. А теперь их пинают в фупсах. И знаете что? Мне кажется они реально могут камбэкать. Но там на самом-то деле им немножечко повезло все-таки со скиллами в Рамбле. Чтобы камбэк... Хотя с другой стороны что значит повезло со скиллами в Рамбле? Вторая команда ведь тоже забивалась колючками. Так что я думаю что везения нет особо там. Но вот здесь вот они явно-явно могут. Но что-то пока что у них не получается. Продолжение. Феокси попыталась забить свои ворота. У нее не получилось. Шаркс лорда долбит оранжевую дужку. Маджахет забивает свои ворота. Не получилось у него. Ничего страшного. Дорман летит забивать. И гол достается Шаркс лорду. Так Шашам. Хороший тач. Блин ну я бы с удовольствием конечно посмотрел 7 игр этого противостояния. Но выглядит как будто баланс. Хотя в кубсах им навставляли вообще... Прям... По самое не хочу. Маджахеду Феокси и... Их третьему игроку. Айм Фаунду. Несмотря на забитый гол. Все еще эта игра чувствуется как игра в одни ворота. В оранжевые ворота. И вряд ли этот гол поможет им справиться с преимуществом. В два гола за 7 секунд. Звучит как будто что-то невозможное. И эта карта будет заканчиваться в пользу команды Доминусов. Маквины проигрывают. И счет в серии становится 3-2. Если Доминусу выигрывают Хитсикер. Они выигрывают серию. Третья игра серии. Ой. Что я сказал? Это шестая игра нашего Бест оф 7. По-моему там человек в касте стоит. Мы можем листарь сделать. Что произошло на красных воротах? Ага. Маджахет поверил двум тиммейтам. И Маквины получили троечку в девяточку. Классический вообще старт игры в Хитсикер. Когда просто 3 человека летят на мяч. Никто не попадает. Итак. Самонаводчик. Шестая. И практически решающая игра. Она решит. Будет ли у нас седьмая карта. Или не будет. И пока что Доминусы ведутся. Счетом 3-2. Какой редирект от Шашама. Да мне впадло это читать. Прикинь каждый раз. Саша сам. Это Саша сам. Если что. Я давно понял. Но я называю его Шашамом. Потому что мне влом это читать каждый раз. И вообще я коверкаю никнеймы всю свою жизнь. Потому что мне нравится это делать. И ты не можешь меня осуждать. Итак. 2-1. Качао. Говорит. I'm found. И забивает. Первый гол для команды Маквинов. Пока что очень быстро голы залетают. На самом деле вы заметили. Не было каких-то вообще разыгровок. Не было ничего такого. Просто гол, гол, гол. 10 секунд на каждый гол в хитикер. Это очень мало. Что-то защита пока что не доигрывает. Явно. Ух. Какой редирект от фаунда. Пока непонятно. Вот Шаркслот он защитник. Это я понял. А у Маквинов по-моему либо 3 защитника. Либо 3 атакующих. Но в любом случае почему-то это работает. Маджихет начинает бэмить врагов. Смотрим что сделали. Ага. Ну понятно. Александр сфотографировал данные попадания. И не знаю. Это не похоже. Самое главное правило хитикера. То что нельзя верить своим тиммейтам. Да и врагам. Никому нельзя верить в хитикере. Всегда нужно целиться в мяч. Уу. Какой редирект от фаунда летит. I'm found. Практически. Я напоминаю что I'm found кстати. Первый и второй чемп. Так что для первого и второго чемпа. Посмотри. Да у меня встал на этот редирект. Да зачем ты его засейвил. Почему так сочно. Остановить I'm found. Да он что за дрот хитикера. Я почему-то фиоски читаю. Как фиаско. Как фиаско. Итак. Маджихет и Фиокси сейвят. А видимо I'm found пошел редиректить. Я считаю это отличная стратегия. Потому что I'm found реально жестко редиректить. Ну то есть мы видим как он жмет кнопочки. И этот парень очень даже неплох. А там Шашам и Дорман занимаются вдвоем редиректингом. А нет. Дорман уже на воротах. Гвошарк стал на редиректы. Ой-ой-ой. Какой данк от Шашама. Ша-ша-шам. Ша-ша-шам. I'm found. Ой слабый шот. Можно было там получше ударить. Мяч разгоняется. Еще 2-2. Так. Фиокси. На I'm found. И Фиокси просто так забивает. Видимо Дорман не воспил он на воротах. И не было там плюс один. Да. Дорман просто-напросто не попал по мячу. И третий гол для команды Макмином. У нас еще половина игры впереди. Я напоминаю, что в хитсикере максимум 7 голов. Я думаю, мы не дойдем до этой цифры. Хотя все может произойти. Все-таки 5 голов было забито за 2,5 минуты. Раз тач. Блин, я хочу смотреть за фаундом. Можно мне фаунду просто показать? И все. Все. Я готов смотреть за этим парнем. Он хорош. Он нереально хорош. Так. Давай. Показывай. Показывай. В девяточку. В девяточку. Но это неправильно ты сделал. Тут нужно было бить поверху. Фиокси. Отличный сейв. Фаунд. Здесь явно не попадает. О, но. Не попадает и защитник. Синие команды. Доминусы просыпают. Еще один гол. Просыпают. Но вы поняли, да? Проспали еще один гол. И на этот раз это был Шаркс Лорд. Так. Читает. О, прочитал. Вот это самое крутое, когда ты читаешь киков противников. В хитсикере. Так. Смотрите, сейчас будет редиректать. Ой, плохо взлетел. Но прочитал еще раз. Но это гений какой-то. Я отвечаю. Так. Айм фаунд. Делай. 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 Ну, почти. Сейвит Маджихед. Снова на фаунда. Но там Дорман. Дорман, походу, понял, чем пахнет. Он такой, ага. Если фаунд еще раз редиректнет, нам габель. И Дорман пытается контестить Амфаунда. И, в принципе, это хорошее решение. Вот это, кстати, будет тяжело задефать. Ой, дай. Ну. Ну, что он творит? Ну, возьмите его в киберспорт по хитсикеру. Этого парня нужно контрить. Ну, просто не засейвить. Маджихед пишет, люблю. Он просто, он просто понимает, как их кэрри Таймфаунд. Вот он просто. Знаете, у нас в каждом режиме был свой МВП. А, ну тут, кстати говоря, что-то штанга не сыграла. Типа у нас в каждом режиме был свой МВП. Шарксворд прошел купсы. Плюндер дропшот. Дальше у нас Вамк был в шайбе. И тут Таймфаунд просто божит в хитсикере. Понимаете, для каждого режима свой покемон. Так, кстати, можно редиректнуть. О, что? Что произошло? Шарксворд под себя. И неужели просто шотик не засейвили? Да, обычный шот не засейвили. Ребята из команды Маквинов. Как так? 4-5 камбэкают Маквины. Ой, нет! Ой, Рокки! Ой, Рокки! Ой, дурак! Ой, дурак! Ой, ужас какой! Все преимущество Маквинов было спущено в унитаз. Отличным кик-оффом и прочими радостями Рокет Лиги. И в итоге Шашам чуть не похоронил команду Маквинов, в очередной раз сделав редирект. И это 6-5. С 5-3 до 6-5. Я моргнул. Доминусы почему-то резко начали выигрывать. Аймфаунд сейчас достанет волыну и начнет шмалять. Потому что его тиммейты явно ему немножечко подруинивают. И это не хороший знак. Остается минута. Давай, делай это! Нет, ну Дорман хорош. Дорман хороший, это сейв. Аймфаунд. Хороший блок. Давай, давай, читай, читай. Я верю, я верю. Ой, почти. 6-5. Давай, давай. Нет, это мимо, это мимо, это мимо, это мимо, это мимо. Хороший тач. Но это будет от угла. Почти залетела. Хороший тач, какой-то ворота. Нет. Редирект. Аймфаунд. 30 секунд. Аймфаунд. Нет, не попадает. И вот сейчас. Легендарный момент. 6-5. 20 секунд. Я чувствую, будет еще один гол. Будет еще один гол. Дорман сейвит. Шашам. Редирект. Вот он. Он летит. Фаунд летит. И он слишком сильно редиректит. Неужели? Фиоски. Аймфаунд. Опять сильно. Последнее. Последнее. Последнее касание. Аймфаунд. Сможет ли он затащить? И мяч в воздухе. Надо вверх пинать. И наверх. И это поражение Маквинов. Такое обидное. Как же фаунд тащил. Ой. Как же они заруинили. Ой. Блин. Как же они заруинили. Все. Они все проебали. Боли. И. Субтитры создавал DimaTorzok